На берегу озера Средняя Ваенгская поисковики из Татарстана и Кольского Заполярья встречаются уже в четвертый раз. Цель у всех одна – достать из водоема советский пикирующий бомбардировщик П-2. Он рухнул в воду в 1942 году во время учебного бомбометания. По историческим записям у самолета загорелся двигатель. Когда поднимали двигатель, увидели, что двигатель был прошит пулеметной очередью. То есть здесь постарались немецкие охотники-истребители, которые подбили наш экипаж. Обломки начали поднимать со дна озера в 2017-м. Тогда был создан проект «Крылья Татарстана», задача которого – восстановить советский бомбардировщик из найденных в разных частях России обломков других самолетов. Большая часть П-2 собиралась в Казани. Там и планируют создать памятник из частей крылатых участников боевых действий. Поисковики объехали больше 30 российских городов от Мурманска до Волгограда. Коллеги из других регионов помогают информационно. Когда поступает информация о точном местонахождении исторической ценности, группа выдвигается на место. Конечно, главное – это у нас экипажи погибших. Уже больше 40 человек было установлено, включены в нашу книгу, которую мы делаем по результатам проекта. Главное, конечно, найти полностью экипаж. Часть останков была найдена в озере Среднем Ваенгском в 2018-м. Осенью на военно-мемориальном кладбище Североморска состоялось захоронение экипажа. Это командир авиаэскадрильи Георгий Щербинин, штурман Игорь Зильберг и стрелок-радист Леонид Пластинин. Со дна достали и детали, связанные с кабиной пилота и стрелка-радиста. Два двигателя. В этом году поисковики планируют совершить экспедиционные работы. Рассчитывают, что смогут поднять нужные детали и захоронить те останки экипажей, которые не удалось достать из воды в предыдущие разы. Работа непростая. Лежит самолет на глубине около 20 метров и большая часть плотно погрузилась в выл. Разброс 25-30 метров. Самолет весь разделился на части, и поэтому мы по отдельности приходится все поднимать. Но сложности в том, что ничего не видно, абсолютная ночь, темнота, хотя вода прозрачная, но освещение там не проходит туда. Искать приходится практически на ощупь, признается дайвер с 15-летним стажем Игорь Пустовалов. Хоть стаж у североморского водолаза солидный, с поисковиками до недавних лет он не сотрудничал. Когда встречаешься это вживую с историей, то на самом деле это даже тяжело, понимая, что люди пошли и они не вернулись. Извлеченные обломки на суше поисковики тщательно изучают. Сегодняшняя операция оказалась успешной, фрагмент можно использовать для работы по реставрации пешки. Так в народе называли Пе-2. Часть даже каких-то нервюр сохранилась. Это уже замечательно. Это все расплепывается, вот это внутренние нервюры. Все размеры, все. Самая проблема в том, что нет чертежей Пе-2. Они не сохранились, к сожалению. Ни 22-й завод, ни 39-й завод их не сохранил. Советский пикирующий бомбардировщик специалистам, по сути, предстоит создать заново. Ориентируются они по литературе военных лет. Тогда выпускалось очень много книг и пособий по ремонту самолетов. Есть там и фрагментарные схемы, по которым можно понять, в каких частях какие клепки и металлы использовались. На данный момент поисковые отряды собрали фрагменты 34 самолетов Пе-2. Этих материалов хватит на воссоздание одной трети летательного аппарата. Поэтому работу по поиску и извлечению бомбардировщиков в России поисковики из Татарстана будут продолжать.